Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире Сыны Западной Армении Игорь Мурадян. Вопросы армян Западной Армении. Голова МИД Арцаха принял бывшего депутата ПАСЕ, члена Круга Дружбы Франции Арцах Рене Руке, губернатор штата Канзас Лора Келли, посетила мемориат Сырнакоберт. Хироёши Сэгава, первый японец, изучивший геноцид, совершенный против армян. Ушел из жизни режиссер Тиран Карапетян. Сын председателя фонда изучения армянской архитектуры Сандрела Карапетяна. Программа 100 археологических памятников Армении. Сыны Западной Армении Игорь Мурадян. Очевидно, что арцахское движение без Игоря Мурадяна было бы иным. Многие утверждают, что без Игоря Мурадяна движение вообще бы не развернулось. Игорь Мурадян родился в 1957 году. Окончил промышленный факультет Московского сельскохозяйственного института имени Плеханова. Игорь Мурадян инициировал создание комитета Арцах. В мае 1988 года покинул правление комитета. С 1990 по 1995 год депутат Верховного совета, член постоянной комиссии Верховного Совета по обороне и внутренним делам. Главным направлением исследований являются условия безопасности Черноморско-Кавказского региона, анализ рисков и опасностей. С 2009 по 2013 года политический аналитик газеты Иротес де-факто. Игорь Мурадян скончался 17 июня 2018 года в Ереване. Вопросы армян в Западной Армении. Говоря о нематериальном культурном наследии Западной Армении не можем не коснуться темы лаваша. На протяжении веков хлеб был верным спутником армян. На Армянском Нагоре еще в третьих-вторых тысячелетиях до Христа пекли хлеб. Во время раскопок были обнаружены огромные запасы пшеницы и ячменя, датируемые четвертым и третьим тысячелетиями. Археологи утверждают, что на территории Армянского Нагоря люди начали заниматься земледелием, выращивать отчар и твердую пшеницу. Становится яшно, что в древности армяне выращивали зерна для получения муки, используя для выпечки хлеба и армянского лаваша. Армяне хранили зерно в различных хранилищах, амбарах, кувшинах, подземных колодцах, предназначенных специально для зерна. В древности первый урожай приносили благословить в церковь. Только после этого фермер относил урожай на мельницу, молол, после чего выпекал хлеб. Однако, неся урожай на благословение, его носили в виде необычного букета. Букету придавали вид креста, креста вечности или древа жизни. Само древо жизни было символом плодородия, начала новой жизни и вечности. Помимо того, что лаваш хлеб, он также является культурным элементом древьезно-ритуального пультового значения в жизни армян. Для начала разберемся, откуда взялось название хлеба лаваш. Лаваш – армянское слово, которое возникло именно в процессе его приготовления. После того, как тесто раскатали, его сильно вытягивали. Отсюда и название лавкаш. Далее ему уже дали название лаваш. Согласно легенде, церемония выпечки хлеба проводилась рано утром. Огонь в тонере и горел еще с восхода солнца. Процесс выпечки хлеба сопровождался благословением и молитвами. В древности лаваш пекли по праздникам в большом количестве. Процесс занимает день или два. Существовали специальные песни, которые исполнялись во время выпечки лаваша, воспевая вкус выпеченного лаваша. В традиционном быту выпечка хлеба была командным процессом. Выпечка лаваша была исключительно женским занятием. Во время выпечки хлеба в тон-ратун мужчины не обходили, так как считали это плохим знаком. Все роли были распределены. У каждого была своя работа. Одна занималась подготовкой теста, другая раскатывала, самая опытная выпекала в тонере. Неопытные передавали шарики из теста в процессе, обучаясь выпечке. Полная статья доступна на нашем сайте. Министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Газарян принял находящегося с рабочим визитом в Ереване бывшего депутата парламентской ассамблеи Совета Европы, члена круга дружбы Франции Арцах Рене Руке. Как сообщает Ньюзаем в пресс-службе МИД НКР, глава внешнеполитического ведомства Арцаха выросл признательность гостю за постоянное внимание к Арцаху и большой вклад в дело последовательно укрепление дружественных связей между Францией и Арцахом. Стороны обсудили возможности преодоления ситуации, сложившейся вокруг Арцаха и ряд вопросов гуманитарного характера. Делегация во главе с губернатом американского штата Канзас Лорой Келли 22 июня посетила мемориальный комплекс Тетернакаберт в сопровождении заместителя министра обороны Армении Армана Сарксяна. Также присутствовал генерал-адъютант, командир национальной гвардии, бригадный генерал США Майкл Венерти. Встретила и представила делегации историю создания мемориального комплекса заместитель директора по научной работе Музея Института геноцида армян Эдита Гзоян. Представив три хачкара, установленных на территории Тетернакаберта, в память от жертв погромов, организованных бакинскими властями в конце прошлого века в городах Сумгаид, Кироват и Баку. Историю пяти воинов, освободителей Арцахской войны, похороненных возле мемориальной стены, подчеркнув, что произошедшее продолжение геноцида. Эдита Гзоян также коснулась историко-правовых аспектов Арцахской проблемы, представила антиармянские действия и пропаганду в Баку. Госпожа Лора Келли возложила в венок мемориалу, увековечивающую память жертв геноцида, совершенного против армян. После чего гости возложили цветы к вечному огню, почтили минуты молчания память невинных жертв геноцида против армян. Эдита Гзоян сопроводила гостей к мемориальной стене, где покоятся останки иностранных общественных политических деятелей, миссионеров, поднявших голос протеста против геноцида, осуществленного турецким правительством. Говоря о проармянской деятельности, Генри Моргентау подчеркнула, что благодаря работе Моргентау, американского комитета помощи Ближнему Востоку, американская общественность хорошо была ознакомлена с резнью армян в Османской империи. Признание геноцида, совершенного против армян со стороны США, было данью уважения памяти жертв. Хираюши Сейгава, первый японец, изучивший геноцид. Профессор Хираюши Сейгава по профессии юрист. Долгое время в центре его интересов была тема предусловия геноцида. 40 лет назад, в 1980-х годах, автор, изучив в Ахирове Организации Объединенных Наций материала о геноцидах, обнаруживает материал под названием «Геноцид, совершенный против армян в 1915 году», что и является основой его особого внимания и дальнейшей преданности этой теме. Узнав об этой реальности, руководствуясь чувством ответственности перед человечеством, Сейгава решает взять на себя обязанность открыть глаза японцам, не знающим о трагедии, пережитой армянами. Книга «Забытый геноцид армян. Исследование по предвращению и наказанию геноцида» получила широкое распространение не только в Японии, но и в Армении. Изучив и представив данные из многочисленных документов, Сейгава уверенно доказывает, что осуществленный против армян геноцид был спланирован, тщательно продуман и осуществлен. Согласно наблюдению автора, каждое государство в качестве важнейшего документа должно принять Конвенцию ООН о предупреждении преступления и геноцида и наказания за него. Правительство Западной Армении высоко ценит работу японского ученого Хироёши Сейгава, подчеркивая, японский народ – один из народов, переживший преступления против человечески, унесший жизни миллионных невинных людей. Как это произошло во время Второй мировой войны, атомное оружие применилось против мирных жителей японских городов Хиросима и Нагасаки, унося около 250 тысяч жизней. Поняв трагедию и последствия, японский ученый в очередной раз заявил об этом, чтобы предотвратить очередные преступления против человечности. Правительство Западной Армении, разделяя беспокойность японского ученого Хироёши Сейгава, судьбы человечества напоминает, наше правительство также ведет неустанную борьбу с подобными преступлениями, ярким примером которых является сегодняшняя политика турецко-азербайджанского тандема в отношении коренного населения Арцаха. Используя данное исследование, выражаем соболезнование и поддержку правительству и народу Японии. Правительство Западной Армении выражает соболезнование в связи с безвременной кончиной Тирана Карапетяна, сына основателя Союза армян Западной Армении, бывшего председателя Фонда изучения армянской архитектуры, Самвела Карапетяна. Тиран Карапетян талантливый режиссер, преданный защите прав коренных армян Западной Армении и армянской культуры, о чем свидетельствуют созданные им фильмы, некоторые из которых удостоились наград. Силы терпения семье и близком Тирана Карапетяна. Покойся с миром, Тиран! Институт археологии и этнографии Республики Армения совместно с Американским университетом Армении осуществил программу 100 археологических памятников Армении. Как сообщает Армия Пресс, цель программы – документировать культурное наследие Армении и использовать его в научно-образовательном процессе. Программа предназначена для сбора 100 археологических памятников Армении и создания всеобъемлющей онлайн-базы данных, которая включает точное научное описание местностей, также видеоанимацию, карты, фотографии и памятников. Это продолжение нового археологического и этнографического проекта, инициированного археологом и историком профессором Грекором Аришаном. В рамках программы представлены 100 археологических памятников Армении как богатое историческое наследие. Были отобраны малоизвестные памятники. Правительство Западной Армении приветствует работу армянских археологов, считая одним из основных факторов формирования этноса – духовную и материальную культуру. Коренные народы создают такую культуру, которая становится созвучной той области, где в дальнейшем формируется нация. Армения – одна из немногих геополитических территорий, где зародилась и распространилась общечеловеческая цивилизация. Армянская Нагорье, скрывая в своих глубинах свидетельство о рождении армянского этноса, став путеводителем для других народов, показывает, где находится тайна вечности коренного народа. Понимая это, светодержавы желают участвовать в организации проведения подобных экспедиций, дав возможность понять собственную историю и этапы становления. Армянская нация – путеводитель, по которому могут и должны двигаться другие народы и государства. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ